МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казанском кафе у мужчины украли кошелек с тремя миллионами рублей. Подозреваемого сняла камера видеонаблюдения. Бизнес молодежи. Работал закладчиком. Получал задание от работодателя. Что, как делать, я делал. 20-летнего парня и 17-летнюю девушку задержали при закладке наркотиков. Это и не только. Прямо сейчас. Проехал на Красный и протаранил иномарку. Митсубиси Паджиро и Форд Фокус столкнулись на проспекте Ямашево. В обоих автомобилях пассажирами были дети. На ребенка и отвлекся, предположил мужчина, взявший на себя вину в происшествии. С подробностями Динара Камалова. Он ехал оттуда в прямом направлении, он на Красный вылетел. Причиной аварии, считает водитель Форда, стало нарушение правил дорожного движения мужчины, сидевшим за рулем Митсубиси. Рассказывает, ехал по улице Короленко. На перекресток с проспектом Ямашево выехал на зеленый свет. Однако в этот момент слева в него врезался внедорожник. Вы не заметили, что красный цвет или такой? Я вообще не понял. Я был с ребенком. Или отвлек меня, или что. Я вообще не понял, как я выехал. Водитель внедорожника ехал прямо, никуда сворачивать не собирался. Говорит, забрал сына с тренировки и повез домой. Как загорелся красный на перекрестке с Короленко, просто не заметил. Предположил, что отлегся на сына. В обоих автомобилях пассажирами являлись дети. Их сразу же забрали прибывшие на место происшествия родственники. В результате аварии ни водителя, ни дети, находившиеся в салоне автомобилей, не пострадали. Свою вину водитель внедорожника признал полностью. Динара Камалова, нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Сегодня появилось видео нападения на полицейского в поселке Актаныш. В полицию поступило сообщение, что группа молодых людей шумно ведет себя в общественном месте. Прибывший участковый никого не застал, но остановил неподалеку пьяного 17-летнего юношу. Полицейский попытался отвезти его в отдел для составления протокола, но в этот момент подбежали пьяные молодые люди. Они стали бить стража порядка руками и ногами, сломав тому в итоге нос. Нападавшие скрылись, однако в скором времени полицейские задержали двух молодых парней. Свою вину они не признали. На время следствия оба заключены под стражу. Украл 3 миллиона рублей и тут же покинул Татарстан. Полицейские Казани задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег из кошелька одного из посетителей кафе в Казани. Задержанным оказался 41-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. По версии оперативников, он воспользовался невнимательностью потерпевшего. Все подробности узнал Рамиль Шайдулин. После задержания этот мужчина тщательно скрывал свое лицо. Впрочем, до этого он уже успел попасть в объективы камер видеонаблюдения в кафе. Именно в нем, по версии полицейских, он украл кошелек с 3 миллионами рублей. Потерпевший зашел с сумкой с деньгами, отвлекся на короткое время, вернувшись, обнаружил пропажу. Кто вынес чужое имущество, стало ясно после просмотра записи видеокамер. По данному факту, в отделе полиции Ямашевский было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенной в особо крупном размере. Полицейские установили, кто прихватил с собой чужую сумку. Подозрения пали на 41-летнего, неоднократно судимого мужчину. К тому моменту он уже покинул пределы Татарстана, но ненадолго. В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Казани задержали 41-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Для его задержания они выехали в служебную командировку в Краснодар. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казань. Дожидаться суда задержанный будет за решеткой. Расследование уголовного дела продолжается. Рамиль Шайдулина, Айрат Назипов, Вызов 112. 86-летний пенсионер скончался в результате пожара в Тетюшском районе. Трагедия произошла ранним утром в селе Пролей-Каша. Спасатели прибыли на место происшествия спустя 19 минут. К их приезду деревянный сарай был полностью охвачен пламенем. Сотрудники МЧС не допустили перекидывания огня на соседний жилой дом и за 11 минут потушили пожар. Тело пожилого хозяина было найдено около входа в сарай. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Не смогли пройти мимо витрины. Ночью двое уроженцев Чистопольского района, прогуливаясь по проспекту строителей, решили заработать по-быстрому. Разбили витрину пивного мини-маркета, обчистили кассу и пустились в бега. Но воспользоваться награбленным так и не успели. Продолжит Анна Городнова. Что привлекло грабителей, неизвестно. То ли яркая, играющая с золотыми огнями вывеска, то ли большие окна витрины, за которой видна касса. Но созревший план они тут же воплотили в жизнь. Разбили витрину, обчистили кассу и пустились на утек. На месте росгвардейцы обнаружили разбитое стекло, блокировали здание и вошли внутрь вместе с администратором. В помещении посторонних не оказалось. Товар стоял на местах, однако из кассы пропала оставшаяся выручка. Объезжая дворы, наряд заметил парней, бегущих по улице. Сотрудники магазина вчерашней ночи вспоминать даже не хотят. А это у вас же, да, грабили? Да. А когда было, не подскажете? Вчера. Вчера? Не помню. А вы работали или кто-то другой? Нет, я не работал. А подробностей никакие есть? Не знаю. Мини-маркет после налета работает в обычном режиме. Разбитую витрину восстановили. Об ограблении напоминают только красные следы. Эксперты снимали отпечатки пальцев. Подозреваемых задержали. Ими оказались двое уроженцев Чистопольского района в возрасте 19 и 18 лет. При личном досмотре у парней в карманах обнаружили скомканные купюры на общую сумму 1600 рублей. В их краже молодые люди признались. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Анна Городова, Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов. Вызов 112. Не успел распространить запрещенное зелье. Полицейские Казани задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Порядка 70 граммов синтетики стражи порядка изъяли при задержании. Где находится все остальное, молодой человек рассказал сам. Сколько тайников обнаружили оперативники, знает Айрат Назипов. Его задержали в Новосавиновском районе. Оперативники знали, что молодой человек распространяет наркотики бесконтактным способом. И понимали, что какую-то часть он взял с собой. Личный досмотр подтвердил эту версию. При проведении личного досмотра у него был изъят сверток с таблетками неизвестного происхождения в количестве 200 штук. Экспертиза установила, что изъяты являются синтетическим наркотиком общим весом 68 грамм. Где находится остальная часть, подозреваемый рассказал после задержания. Позже полицейские обнаружили местонахождение четырех тайников с наркотиками, которые он приготовил для сбыта. Масса изъятого составила 212 граммов. В настоящее время по данному факту в отделе полиции Ямашевский расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта Г статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на сбыт наркотических средств, совершенных в крупном размере. Дожидаться суда 28-летний казанец будет за решеткой. На время следствия стража порядка проверит его на причастность к другим преступлениям, а также попытается установить канал поставки наркотических средств. Айрат Назипов, Вызов 112. А 20-летнего казанца и его 17-летнюю подругу полицейские задержали также по подозрению в сбытии синтетики. В руки оперативников молодые люди попали сразу после того, как оборудовали тайник. При задержании парень рассказал все подробности. Их выслушал Слават Мухамадуллин. Работал закладчиком. Работал закладчиком. Данную ситуацию для чего хранил? Чтобы получал задание от работодателя. Что, как делать, я делал. 20-летнего парня вместе с несовершеннолетней подельницей задержались по личным сразу после оборудования очередного тайника. У фигурантов полицейские изъяли порядка 46 граммов синтетического наркотика ПВП. Здесь видите множество пакетиков зипперс, с его слов, конечно, 130, мы не знаем сколько, но множество. Каждый пакетик с засежкой зиплок и внутри вещество, внутри каждого. Обыскав их место жительства, оперативники обнаружили еще свыше 340 граммов синтетики. По факту покушения на сбыт наркотических веществ в крупном размере возбуждено уголовное дело. В отношении 20-летнего жителя Казани избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Его 17-летняя подельница находится под подпиской о невыезде. Как выяснилось позже, наркотики задержанные приобретали в интернет-магазине. Сейчас полицейские пытаются заблокировать к нему доступ. К слову, за прошедший год стражи порядка пресекли деятельность семи крупных интернет-магазинов, которые занимались торговлей запрещенными веществами. Кроме того, они выявили свыше шести сотен сайтов, пропагандирующих наркотики. Салават Мухмадолин, Айрат Назипов, ВЗ-112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Субтитры создавал DimaTorzok